Для всех людей, которым, как Майя, интересно разобраться в окружающем мире. Какие бабочки, какие драки, какие птицы и так далее. Когда вы где-то путешествуете с родителями, допустим, и если у вас есть выход в интернет, что вы делаете? Вот увидели что-нибудь для вас заметное, запомнили, как это выглядит? Дома попросили у родителей выход в сеть, и в гугле, прямо в первой строке гугла, набираете, допустим, непонятно для вас насекомое выведено. Значит, набираете насекомое Крыма. Так, Enter. А после этого в верхом экране было самое разное облачное. Выбираете изображение. Enter. Или картинки, там раз называется. Картина. И вам сто пятьсот самых разных фотографий крымских насекомых выбрасывают. Ищите среди них того, кто максимально похож на то, что вас заинтересовало. Запоминайте, как назывался этот насекомое. И если вам интересно узнать про него побольше, возвращаетесь опять в гугл. Так, и набираете название этого насекомого. И вам в этом случае уже не только изображение выведут, а всю информацию по поводу этого зверя, которого вы увидите. Да, в Википедии какие-то более специальные ресурсы. Совершенно так же с растением. Мы видели какую-то травку. Вам интересно узнать, что это такое. Интересно побольше про него узнать. Так, набираете в гугле, в яндексе, кстати, можно делать ровно то же самое. Растение Крыма. Так, сначала все рисунки, все картинки. Стараетесь найти похожее. Запоминаете, как называются. И после этого набираете название этого растения. Значит, вы спокойно получаете всю информацию про то, что вам интересно. Господа, вы живете в совершенно фантастическое время. То, чем вы обладаете, как следует могут оценить только люди нашего поколения. У вас есть гениальная возможность удовлетворить все любопытство. И, как всегда бывает, когда такая возможность дается совершенно бесплатно, вот мы для того, чтобы, люди моего поколения, для того, чтобы что-то узнать, должны были проворачивать, ну, там, я не знаю, тонны книг, огромное количество справочной литературы, знакомиться с специалистами и так далее. Для вас это ничего не стоит. Это легкое движение пальцев. Но догадайтесь в двух раз. Привело ли возникновение информационной сети к увеличению образовательного уровня среди молодежных? Нет. К резкому падению. Многократному падению. Когда все дается бесплатно, когда что захотел, то и сделал, выясняется, что хочу, ты, а больше всего, игры стрелялки, или еще чего-нибудь подобное. Или сидеть до бесконечности в контакте, так, значит, и заниматься вот этим квази-общением. А ничего остального нет на самом деле, как ребенка, и не надо. Что там было в каких-то информационных клабах? Не нужна мне их никакая информация. Поэтому большинство просто не умеет пользоваться информационными поисковиками. А ведь если сеть грамотно спросить, она даст ответ почти на все вопросы. Надо просто учиться грамотно ее спрашивать. Продолжение следует...